Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рад вновь приветствовать вас в информационном блоке от Славянской Церкви Адмитисов 7 дня здесь в городе Сакраменто. Как всегда, несколько слов о предстоящей субботе, о служении, которое у нас будет. В эту субботу у нас проповедует пресс-фитер нашей Церкви Валентин Демчук, поэтому, пожалуйста, молитесь о его служении. Пускай Бог обильным образом благословит всех нас, когда мы будем размышлять над Его Словом. Хочу напомнить нашей молодежи, у нас началось служение от молодежного движения LED в нашей Церкви. Так что каждую субботу в 6 часов вечера в Малом Зале вас ждут на очень интересном служении. Также мы возобновляем детский музыкальный коллектив «Игры на колокольчиках». Всех родителей, кто хотел бы, чтобы их дети принимали участие в этом ансамбле, мы приглашаем обратиться к руководителю нашего детского отдела Лили Резак. Еще одно объявление. Пожалуйста, все те, кто в последнее время приехали сюда к нам на постоянное место жительства или знают, что они будут тут больше, чем полгода, мы просим вас перевести свое членство. Зачем это нужно? Мы бы очень хотели, чтобы когда будут выборы в нашей общине, вы могли присоединиться к большой группе служителей этой Церкви, чтобы ваши способности и таланты так же можно было бы здесь задействовать в полной мере. Поэтому прошу вас, сделайте все от себя возможное для того, чтобы вы могли перевести сюда свое членство. А что именно? Это все очень просто. Каждый раз, когда вы получаете бюллетень в субботу утром на последней странице, там есть некоторые графы, которые нужно заполнить. Потом просто отравите эту последнюю страницу и передайте ее секретарю или же бросьте просто в ящичек для пожертвований. Казначей обязательно передадут эту страницу секретарю нашей общины. Будем очень рады видеть вас тут и вас всех членами нашей общины. Еще одно объявление, чуть-чуть заглядывая вперед. 29 октября у нас будет праздник жатвы. Так что, пожалуйста, спланируйте ваши поездки, ваш отдых таким образом, чтобы вы не пропустили это служение. Каждый раз это большое служение. Как я уже сказал, праздник в нашей церкви. Так что нам будет очень приятно всех вас видеть. И очень хотелось бы, чтобы этот праздник имел и миссионерское направление. Поэтому приглашайте ваших друзей, знакомых, соседей, чтобы все вместе мы могли поблагодарить Бога за все те благословения, которые Он нам посылает каждый год. 30 октября, это на следующий день после праздника жатвы, у нас будет работать стоматологическая и офтальмологическая клиника в нашей общине. Приедет очень много специалистов в этих областях. И они будут давать возможность всем, кто придет сюда, получить лечение. Насколько это возможно будет сделать в этих условиях лечения глаз и зубов. И знаете, что интересно, делают даже операции. Так что, пожалуйста, если у вас будет такое желание, мы ждем вас. В ближайшее время мы дадим чуть больше информации, каким образом можно зарегистрироваться, чтобы принять участие в работе этой клиники. Так что следите, пожалуйста, за нашими объявлениями. Еще что хочу сказать. Мы открываем фонд помощи семье Петра и Ани Ярошенко, а также их детям Насте, Софии и Павлу. Я уверен, что те, кто являются членами нашей церкви или приходят постоянно к нам на наше служение, вы видели эту семью, которую мы представляли сравнительно не так давно. Они приехали сюда, у них нет ни родных, ни близких. И, скажем так, помочь им некому. Они сейчас оказались в очень сложной финансовой ситуации. И, скажем так, им грозит прям то, что их просто выгодят на улицу. Они окажутся на улице. Друзья, я понимаю, что в последнее время очень много приехало людей сюда, к нам, в нашу церковь в том числе. И у каждого из вас уже кто-то живет дома. Поэтому я уже, наверное, не прошу, кто мог бы принять их к себе. Мы решили с советом сделать чуть-чуть по-другому. Мы откроем фонд для помощи этой семье. Этот фонд будет действовать на протяжении трех месяцев. Наша цель, чтобы мы могли собирать полторы тысячи долларов каждый месяц, чтобы помогать им на оплату жилья. Я очень надеюсь, что за эти три месяца решатся вопросы с документами, с их статусом. Они смогут получать какую-то помощь от государства. Потому что на данный момент они ничего не имеют. Ни помощи на еду, ни вайлфер, ничего. Это связано с процессом, скажем так, оформления их документов. Поэтому, пожалуйста, уже в эту субботу, если вы сможете, поддержите их своим пожертвованиями. Я уверен, что каждый из нас, вложив свою часть в это дело, сможет осуществить ее до конца. Так что, пожалуйста, помните, у нас открыт фонд для Петра и Ани Ерошенко, для того, чтобы помочь им в это непростое время для них. Если вы будете в конвертах жертвовать, то так и напишите для Петра Ерошенко. А если вы будете использовать онлайн пожертвования, то выберите фонд Outside Help Fund. Это, по сути, все объявления, с которыми я хотел к вам обратиться. Хочу вас попросить и дальше молиться за нашу сестру Ольгу Казаренко. Ну и, конечно же, за окончание войны в Украине. А также в завершение хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 15, 1-2 стихи. И тут написано. С одной стороны, это обетование, что Бог есть наша надежда. С другой стороны, это пример и урок для нас. Делать Бога нашим благом. И очень хорошо осознавать, что только Он источником всех благ и является. Да укрепит вас Господь и поддержит рукою Своей. Желаю вам всего наилучшего. До встречи уже в эту субботу в нашей церкви тут, на Марконе, в Сакраменто или же онлайн. Божьих вам благословений, дорогие друзья. Продолжение следует...